Участники проекта «Народный контроль» продолжают инспектировать общественные колодцы. За помощью к ним обратились жители деревни Мстинский мост. Единственный источник чистой воды находится в аварийном состоянии. Местная администрация самостоятельно решить проблему не может. На месте в ситуации разбиралась Ирина Ускова. Из окна Светланы Ефимовой вся жизнь деревенского колодца как на ладони. Может поэтому у нее больше, чем у других. Болит за него душа. Пользуемся все здесь. Пользуемся все. Потому что, во-первых, не только потому что лето жарко, аномально. Но сейчас в принципе у каждого колодец свой есть, но не у всех такая чистая вода. И этот колодец же уже очень давно. Еще вот моего мужа дед вот это все делал. Несмотря на всеобщую популярность, в последние годы содержанием колодца никто не занимается. В 2015 году полномочия по газоводой и теплоснабжению сельских поселений перешли на муниципальный уровень. А с ними и соответствующая статья расходов. Примерно уже шесть лет мы колодцами не занимаемся. То есть на это не выделяется средств ни в бюджете, нигде. Ну а в районе, насколько я понимаю, там тоже пока только в программу пытаются попасть. Мы считаем, что это не совсем правильно. Потому что ситуация была какая? Тепловодо-газоснабжение, да, когда он централизованное, наверное, должны заниматься более высокие структуры. А когда вот оно рядом здесь, да, я считаю, что ну не совсем это правильно. В 2021-м на актуальную проблему обратили внимание участники проекта «Народный контроль». В ходе мониторинга общественную проверку пройдут все деревенские колодцы. Но уже сейчас понятно – без хозяина главный источник чистой воды в сельской местности повсеместно приходит в упадок. Показатель у нас был – отличное состояние, хорошее состояние, удовлетворительное и неудовлетворительное. 98% находятся в состоянии удовлетворительное или неудовлетворительное. Поэтому действительно проблемы есть. По мнению Максима Бомбина, сельским поселениям необходимо выделять дополнительные средства на ремонт, содержание и строительство новых колодцев. Для этого нужна федеральная программа. Сейчас главная задача – инициировать мониторинг колодцев по всей стране, чтобы доказать, проблема носит глобальный характер. Пока же в отсутствии собственных средств сельские администрации могут рассчитывать только на поддержку предпринимательского сообщества. Благодаря те не отказываются помогать землякам. Новгородский окрон пообещал помочь сельским жителям с ремонтом источника водоснабжения. Уже составлена смета. К работам приступят в ближайшее время. Из Маловишерского района Ирина Ускова, Галут Гивандиан, Новости, Новгородское областное телевидение.